Многие задают вопрос Саня, за что банили твой первый канал? Я всем отвечаю одно и то же Но хочу наконец-то вам показать и рассказать За что же все-таки меня закрыли И сегодня покажу вам то самое видео За что меня YouTube в свое время прикрыл Итак, всем привет! А видео у нас будет сегодня непростое Я вам расскажу и покажу Все же, как это было в свое время Буквально ровно год назад Смысл видео был в том, что там я открывал новый проект Проект назывался Халява В этом проекте я осуществлял розыгрыш монет И проснувшись одним добрым утром Я открываю канал А он, к сожалению, у нас отсутствует на YouTube И висит у нас вывеска Спам, обман, мошенничество Которую прислал мне модератор YouTube Так что вот так вот Обидно было одно Что видео были потеряны Правила были необычные Возможно, YouTube как раз и принял То, что правила чересчур Какие-то непонятные Но ничего особенного и сложного в них нет Возможно, действительно Модераторы YouTube Посчитали именно неправильные действия С моей стороны И забанили непосредственно весь мой канал Хотя должны были всего-навсего Мне делать сначала первое предупреждение Потом второе, третье И потом только банить канал Но такого не было Меня сразу отправили в бан Писал я апелляции в течение двух месяцев Но, к сожалению, они не дошли И все мои хлопоты были по пусту И я тогда решил, что нужно открывать Непосредственно новый канал Я его открыл И теперь вы смотрите меня и мои видеоролики Единственное, что меня, конечно Тревожило то, что очень много видео было утрачено То есть запущено было в эфире Больше трехсот видео К сожалению, многие потеряны Безвозвратно Кое-какие я сейчас вытаскиваю из облака И вы их смотрите Так что не удивляйтесь Некоторые выпуски у меня Старых прошлых лет То есть 2014, 2015, 2016 года И тем самым очень жалко, что у меня было достаточное количество подписчиков Но они у меня были утрачены Потеряны Радует то, что некоторые подписчики Все-таки меня нашли И возвращаются немножко потихоньку В апреле В конце апреля будет ровно год Как я открыл новый канал Как я потерял первый канал Так что у нас уже больше 5000 подписчиков И я недавно отмечал этот юбилей своим стримом Так что все На этом я и закрою тему Смотрите видеосюжет Который мы сейчас вот смотрим Думаю, вам понравится сюжет И меня поддержите Может быть этот проект халява Снова запустить Чтобы он вошел в свою силу Немножко перекроить Сами правила Чтобы нас больше не банили Так что все Вот так вот Ну а теперь Возвращаемся к тому самому видео И приятного вам просмотра Возможно, отпишитесь в комментарии И поделитесь своими советами По правилам данного проекта Халява Все, смотрим Итак, ребята, всем привет Сегодня я выбрался на очередной коп И сегодня будет радостная такая новость То, что все же стартует у нас Проект халявы Которая была уже опубликована в прошлом видео Судя по комментариям Вам очень-очень понравилось Желающих поучаствовать будет предостаточно И немножко повторю Какие у нас условия конкурса Вы должны быть подписчиками моего канала на ютубе В комментарии поставить порядковый номер Вот И обязательно поставить лайк Лайк для того, чтобы побыстрее начать То есть Я говорил, что 50 лайков Но теперь я, наверное, планочку повыше сделаю И сделаю, чтобы 100 лайков было Потому что желающих поучаствовать очень много Многие могут не попасть в этот розыгрыш И немножко продлю То есть каждый лайк это вы Вот И, соответственно, примерно 100 лайков И будет разыграна монета Сегодня я выбрался в этом году На место достаточно для меня В предыдущие годы очень перспективное Здесь постоянно у меня были находки царские Вот Но погода немножко у нас не позволяет Здесь еще не растаял снежок Кое-где есть А места, где походить Как вы видите, сзади меня снег лежит Вот Ну, я думаю Место очень перспективное Очень радовало меня Находки, я думаю, будут И, конечно же, порадуют у вас Именно вот халявой Повторюсь Первый царский сигнал Монета И она ваша Если вы Все правильно сделаете Поставите порядковый номер Поставите лайк Вот И Розыгрыш Разыграем Быстренько И в конце Покажу монета Которая в конечном итоге Будет разыграна И После розыгрыша В начале нового видео Я Озвучу победителя Так что Смотрите Подписывайтесь Комментируйте Ставьте палец вверх И монета Возможно Будет ваша Совершенно бесплатно Все затраты Беру на себя Ну и все А теперь По традиции Чаек И В путь Итак, ребята По традиции Хочу задобрить Земляного деда В прошлый раз Он мне в принципе Очень хорошо Помог с монетками Я его отблагодарил Вот такими вот Баранками За каждую монету Он получил по баранке Ему очень Довольно таки Это понравилось То что Довольно таки Не часто делают Такие подарки Так что Ребята Соблюдайте традиции Задабривайте Земляного деда С всякими Вкусностями Сладостями Вот Монетками И Хочу Продолжить Свою традицию Чтоб Земляной дед Мне сегодня Подкинул Немного монет Баранка С маком И горячий Очень сладкий чай Вот таким вот способом Мы задобрили дедушку И надеюсь Он нам подкинет монету Да Еще обострю Ваше внимание То что сюда я Приехал Довольно таки Тяжело мне было Потому что Дороги размыты Они катаны В некоторых местах Я вообще впервые Проезжаю в этом году Какой автомобиль По дороге Вот так что Машину я снова Уделал Кое-как добрался До туда Куда можно было Хотя я планировал Вон туда В те он места Но к сожалению Далековато И хочу пробить Вот эти вот Рядышком места Которые Думаю Будет какая-нибудь Перспектива На будущее Потому что Я здесь никогда Еще не бил Не ходил Вот Сейчас посмотрим По наличию Конкурентов Я имею ввиду Ямочки Есть Нет Если нет То здорово Вот Повторюсь Машину я опять Хорошо уделал Стало Цвета Непонятно Какого Ну и все Вступление сделали Начало Положено Так что В путь Итак Ребята Первый сигнал И я вижу Что наверное Кто-то стал Счастливчиком Счастливчиком И обладателем Вот такой Крупной монеты Монета Очень крупная И сейчас Мы с вами Ее будем Вместе Доставать Берем Руки Так Ребята Извините Меня Но это Не монета Это какая-то Шайба Как Алик Непонятно А Это возможно Какая-то Накладка была Или пуговица Очень большая Потому что С другой стороны Имеется Вот такая вот Какая-то Напайка Или что-то В этом роде Но я думал Что это Чья-то Монета Будет Но нет Дезинформация Получается Ну ладно Сигнал Есть Мы его Достали Будем Искать вам Монету Продолжаем Итак Ребята Монета Внимание И снова Это у нас Облом Выпал у нас Советик Но как вы знаете Мы разыгруем Царей Это у нас Советская монета Три копейки 75-й год Довольно-таки Любопытный год Не часто Он встречается Надо посмотреть Будет по каталогу Когда подойду К машине Интересно Очень интересно Ну а так Ладно Монетный задел На сегодня Есть Продолжаем Искать царей Итак Ребята Очередной сигнал Вижу Кругляшок И все же Думаю В надежде Что это царь Берем руки Смотрим Да Это у нас царь Две копейки Николаевского формата Сохранчик Достаточно Такой Хороший Рельеф Видно здорово Год 1914 С другой стороны Что у нас В принципе Ребята Хочу сказать Для начала Хорошая монета Хороший старт Две копейки СПБ 1914 Года Я думаю После чистки Будет хороший Подарок Сувенир Так что Вот такая вот Монета У нас Будет разыгрываться Я конечно В конце Видео По завершению Ее еще и помою Чтобы вы Отчетливо Видели Состояние монеты Но я хочу сказать Рельеф В принципе Высокий Монета Бодрая Язвен Никаких на ней Нету Деформации Тоже нет Круглая На обратной стороне В принципе Все тоже четко Вот такая вот Первая монета У нас будет В розыгрыше Халява Надеюсь Вам Первый Царский сигнал Понравился И будет Он у нас Разыгран Ладно Хорошо Задел Царских монет Есть Продолжаем Гулять Итак Ребят Место Меня очень Очень Радует Тем Что Место Не копано Не вижу Я здесь Посторонних Чужих Ямок Вон там Я только что Поднял Две копеечки Царские Которые У нас будет В розыгрыше Халява И вот сюда Вот дойдя Был сигнальчик В принципе Невнятный И вот здесь Вот смотрите Что выпало Вот такая вот Штучка Смотрим Надеюсь Целые Земля Еще немножко Замерзшая Ох Да Да Перстенек Целый Без всяких Каких Имеющихся Язвян То есть Целый Перстенек Вот такой Классный Смотрите Какой Классный Зачетный Рисунок Такой Специфический У меня В принципе Такие Попадались Таким Рисунком Ну Вот такой Перстень У нас Выпал Зачет Зачет Конечно Забираем Радует Всего-навсего Минут 15 На копе И уже Достаточно Приятные Находки Продолжаем Итак Ребята Иду я Вдоль Вот такого Вот Обрыва Здесь Образовалась Вот такая Вот речка Она В принципе Как бы Не существует Это Просто Снег Тало Идет И По Ландшафту Как вы видите Имеет Вот такая Вот Ложбинка Я Предполагаю Что это у нас Раньше В свое время По старине Была речка И я решил Пробить Вдоль речки Что у нас будет Ну Из находок Было 4 конинки Я их не снимал Не хотел отвлекаться Хочу Чтобы на камере Осталось Аккумулятор Потому что Я планирую Сегодня Да Полностью Откопать Когда Солнышко За горизонт Уйдет Вот Повторюсь Поднял Несколько Конин И сейчас Вот Сигнальчик Выпал И Судя по всему Это золото Партия Раз Раз оно Вот так Вот Светится Хорошо Я сначала Думал Корень Когда обрезаешь Корни Тоже Такой же Цвет И мы Сейчас Посмотрим Что это За монета К сожалению Монета У нас Дефектованная Две Копейки 1937 Года Какой-то Засранец Ее Хотел Пробить Или что-то В этом Роде К сожалению При Выпрямлении Ее Сравно Изъян Останется Со стороны Герба Ну ладно Как монета Как находка Забираем И продолжаем Сейчас Наверное Пройду Еще Метров Наверное 50 И в Обратную Сторону Пойду Где у Меня Сегодня Первые Сигналы Были Царские То есть Там Перстенек Поднял Царскую Монету Которая Будет Разыграна И все Же Надо Возвращаться Уже Где-то Наверное Полчаса Сшибаю Один Шмурдяк Ну а так Продолжаем Продолжаем Снег У нас Тает Все Хорошо Птички Чирикают Сейчас Видел Стая Уток Возвращается Домой Ну а так Погода Просто радует Солнышка Правда Нет Легко Я одетый Сегодня Вчера Просто Запарился И решил Легко Одеться Но сегодня Уже Прохладно Ну а так Ладно Находки Я думаю Нас Еще Порадует Порадует Итак Ребята Неудачная Затея Была Прогуляться Вдоль Вот такой Вот Несуразной Речки Талая Вода Спускается Сверху Дошел Почти Вот До тех Вон Деревьев То есть Немалый Круг Сделал Туда Обратно Затратил Где-то Около Часа Бездарно Конечно Я его Потратил Этот час Хотя Другой Скажет Зато Пробил Узнал Что там Нет ничего Да Там Один Советский Мусор Ничего Серьезного Только Вот Здесь Вот На этих Холмиках Поднял Конинку Четыре Штучки И на этом Все Больше Ничего Там Нет Может Быть Туда Ближе К домам Сместиться Но Не Сегодня Там Еще Лежит Снег Неудобно Летом Я здесь Проезжал Здесь Можно Грубо говоря Было Вброд Перейти Спокойно Практически Не намочив Даже ног Маленькая Струйка Была А сейчас Полноценная Река Ну а так Ладно Ладно Итак Ребята Смотрите Что Вот Она Красавица Торчит Я еще Не знаю Что это Такое Но сейчас Вместе С вами Достанем И посмотрим Так Судя по всему Это у нас Деньга Да Это у нас Деньга 1748 Года Вот такая Зачетная Монета У нас Вышла Такой Оригинальный Красивый Отпечаточек У него Вот такая Монета Хорошо Отправляется В кармашек И так Ребята Один Кусочек Выкинул И вот Когда второй раз Начал засаживать Лопату Смотрите Еще Еще Одна Еще Одна Монета Достаем С вами И смотрим Блин Это опять Походу Деньга Что ли Не знаю Ничего Непонятно Да Это Деньга Зеленая Год Я сказать Вам не могу Но Она У нас Утрачена Рельеф Никакой Орел Только Четливо Видно И Все Сбираем Итак Ребята У меня Очередная Монета И это У нас Это У нас Советская Монета 15 Копеек Рамочник Сохран Прям Бодрый 1900 1943 Года Вот Такая Монета Зачетно Забираем Ходим Мы Все По Нашему Холмику Немножко Выбиваем Продолжаем Ну а Следующая Традиция Которую Нужно Соблюдать Это В конце Копа Поблагодарить Земляного Деда Либо Вначале Его задобрить При помощи Монеток Ну и я Задобриваю Сладостями В конце Копа Я Частенько Это Делаю Но Не показываю В прямом Эфире Это Я Демонстрирую Для Новичков Которые Только Начинают Свою Деятельность Кладоискателей Обязательно Нужно Поблагодарить Земляного Деда Не важно Были Находки Нет Но Все равно Нужно Поблагодарить Его закоп На будущее Чтобы он Запомнил Вас Как Благодарное Лицо Вот И для этого Необходимо Задобрить Его монетками Вот в данном Случае Вот у меня Небольшое Количество Монетки Монеток И Нужно Их Прикопать В землю Что мы Сейчас С вами И будем Делать Берем Монетки И просто Бросаем В землю И присыпаем Как говорится Сколько Выкопал Монет Столько Будь добрый Закопать Пусть Следующие Потомки Наши Возможно Найдут Эту Заначку Рассыпуху Или что-то В этом Роде Так что Соблюдайте Традиции Вы берете У Деда Будьте Добры Ему И вернусь Ну а так Что Будем Завершать Коп Итак Ребята Буду Заканчивать Свой Видео Коп Именно Около Речки Спустился Я к речке Чтобы Помыть Свои Находки И чтобы Вам Показать Что у Меня Сегодня Вышло В принципе Коп Получился Неплохо Самый Главный Состоялся Проект Халява Есть У меня Монета Для Розыгрыша Довольно Неплохая Я Вам Ее Конечно Покажу Еще Неоднократно Были У меня Еще Две Деньги В таком Среднем Состоянии Ну и Советики И шмурдичок Различного Рода Сейчас Я их Помою Потому что Там Мне Негде Было Помыть В торопях Все Собрался И Сейчас Сплосну И Конечно По традиции Я Покажу Покажу Находки На Своем Белом Фоне Итак Ребята Быстренько Пробежимся По находкам По шмурдяку У меня Получилось Три Конинки Вот такая Вот Первая Находка Думал Монета Но к сожалению Вот такая Вот лабуда По монетам У меня Сегодня Неплохо Это Советик 15 копеек 83 года 3 копейки 1975 1975 Года Двушечка Двушечка 37 Года Вот И 15 копеек 15 копеек Рамочник 1943 Года По царям У меня Тоже Сегодня В принципе Неплохо Деньга В принципе Таком Средненьком Состояние 1749 Года И вторая Деньга Уже Более-менее Такого Бодрого Состояния 1748 Года Ну и Монета Которая У нас Сегодня Вышла На розыгрыше Халява Вот такая 1914 Года 2 копеечки Бодро Из находок Еще Вот такой Зачетный Персень Попался Очень Хороший Итак Ребята В общем На этом Я буду Закрывать Сегодняшний Коп Показал Я вам Все Свои Находки Объяснил Правила Халявы Участвуйте Побеждайте Все Реально Все Бесплатно Так что Подписывайтесь На канал Комментируйте Ставите Порядковый Номер Палец Вверх После сотни Указательных Пальцев Вверх Мы Начинаем Розыгрыш И Узнаем Об этом Кто у нас Победил В следующем Видео В начале И Все быстро Элементарно На этом И все Всем пока И удачи На копе Итак Ребят Проезжая Вот такое Зачетное Озеро Я бы Ничего Не снимал Озеро Как озеро У всех Таких Под боком Полно Здесь У нас Купаются Водичку Набирают Но Здесь Еще и Любят То ли Машины Топить То ли Пытаться Их Помыть То ли Просто Не нужно Решили Сбагрить И вот Она у нас Тут Такая Красивая Плавает Да Россию Умом Не понять Вот Такой Вот У нас Народ Любит Погулять Погудеть Порезвиться Но Как говорится Потом Жалеть Жалеть Об этом Вот Такой Вот Уазик Почти Утонул Ладно Продолжаем Путь Итак Ребята Еду я Уже Домой И Увидел Вот Такую Вот Вышку Интересную Это Вот Напорная Вышка Но Факт В том Что Нету Здесь Домов И Было Очень Любопытно Я Остановился Вышел Из Машины И Смотрю Здесь У нас Кругом Ямы Кругом Ямы Это Значит Что Значит Здесь Была Деревня И Кто-то Про Нее Все Так Знал Я Не В курсе Было По Крайней Мере И Здесь Все Перекопано Все И Я Хочу Здесь Сейчас Разведать Пробежаться Без Прибора Конечно Так Посмотреть Конечно Замусорено Очень Сильно Мусорка Но Здесь Блин Нафиг Вижу Что Железо Ковыряют Железные Всякие Обломки Механические Но Ковыряют Сейчас Я Пробегусь Вместе С вами И Посмотрим Что Здесь На самом Деле Творится Я Просто Коклованы Не Зря Здесь Копают Не Месал Обычный Надо Будет Глянуть На Картах Может Действительно Старая Деревня Была Не Знать Сейчас Поглядим Там Какое-то Здание Есть Я Хочу Посмотреть На Него Вблизи Из Какого Он Кирпича Сделал Что Закладка И Уже Будет Известно Вон Уже Вижу До Него Еще Дойти Надо Здесь Какой-то Карьер Еще Организовали Песок Добывают Что Ладно Дойду Включусь Итак Добрался Я До Здания Которым Я Шел Ну Что Вам Хочу Сказать Кладка Современная Советского Времени Раннее Причем А имеется Бетон Фундамент Бетона Изливали Кирпичи Между собой Связаны Цементом И Куча Ям Куча Просто Большие Кучи Неужели Здесь Добывают Черный Метал Да Такие Объемы Которые Здесь Нарыли Я Смотрел Нехило Здесь Добывают Черный Метал Но Мне По крайней Мере Это Неинтересно Сейчас Еще Немножко Пробегу Здесь И Обратно Едем Да Тут Просто Какой-то Крот Побывал Все Изрыто Кругом Да Еще Ямы Такие Огромные Не знаю Не знаю Да Скорее Всего Возможно Здесь Нет Убирает Потому Что Клея Автомобильная И Протектор От Трактора Или От Газ 66 Ну Что-то В этом Роде Да Чермет Нам Это Тогда Уже Неинтересно Совсем Неинтересно Все Двигаюсь К машине И Продолжаю Свой Путь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...